7 февраля 1984 года американский астронавт Брюс МакКендлес первым в мире вышел в открытый космос без какой-либо связи с кораблем. Космонавт сделал этот рискованный шаг с помощью специального модуля, который представлял собой индивидуальную двигательную установку весом 140 килограммов, работающую на сжиженом азоте, находящемся под высоким давлением. Модуль позволял управлять астронавту полетом при помощи ног. А что будет, если выйти в открытый космос без скафандра? Сможет ли человек выжить? Из-за падения внешнего давления воздух в легких и пищеварительном тракте расширится, тело увеличится в размерах, но не потеряет свою целостность. Человеческая кожа достаточно прочна и эластична. Главное сделать глубокий вдох и не задерживать дыхание. В отсутствие атмосферного давления влага начнет быстро испаряться, поэтому на поверхности глаз и языка начнется вскипание воды. Через несколько секунд растворенный в крови азот начнет образовывать пузырьки газа, в результате чего начнется кислородное голодание. Из-за солнечного излучения на всех открытых участках тела появятся ультрафиолетовые ожоги. Несмотря на жуткий холод, моментальная заморозка человеку не грозит, поскольку в отсутствие атмосферы тепло будет отводиться от организма очень медленно. Замерзнуть в космосе можно только излучая тепло. А это процесс небыстрый, особенно если на человеке светлая, а не темная одежда. По этой же причине, чтобы снизить количество излучаемой энергии, скафандры космонавтов и астронавтов белого цвета. В течение примерно 10 секунд человек будет сохранять трезвый ум, и этого достаточно для принятия срочных мер к спасению. Иначе через пару мгновений мозг начнет испытывать острый недостаток кислорода. Наступит потеря зрения и ориентации. Несмотря на это, мозг все еще будет оставаться неповрежденным, а сердце все еще будет биться. Если в течение полутора минут человека поместят в камеру с кислородной атмосферой, то, скорее всего, он придет в себя. А по истечении же 90-секундного срока давление в кровеносной системе упадет настолько, что кровь начнет закипать, а сердце остановится. После этого возврат к жизни уже невозможен. Конечно, можно кричать и звать на помощь, но зря, потому что в космосе звуки не распространяются. Единственная надежда на то, что это просто был страшный сон. Поэтому радуйся жизни и подпишись на наш канал. Также присоединяйся к нашей группе ВКонтакте. Хорошего настроения! Субтитры создавал DimaTorzok